Северодвинск Поделиться мнением тех, кто первым испытал лед. Давайте посмотрим. Для нас это... Мы первый раз вышли на репетицию на лед. Неделю назад у нас у всех были бабочки в журте. Это было что-то неописуемое. Все с такими улыбками, с таким восторгом катались, что вообще... На самом небесном вышли счастье, что у нас наконец-то появился такой классный, такой прекрасный классный лед. Конечно же, лед здесь лучше, чем на обычном катке. Да, и выступать здесь это очень... Здесь даже как-то лучше все получается, чем на открытом катке. Ну, очень такой жесткий, а здесь как-то легче выталкиваться, на обращение легче заходить. Важен это даже не то слово. Это архиважен. Потому что я считаю, что после вступления, постройки этого катка, благодаря Михаилу Аркавичу Александру Викторовичу Безюкову, такой проект у нас состоялся, он сделан. И я считаю, что у нас это большой импульс для развития хоккея вообще в регионе. И в принципе у нас даже в городе Северодвинске этот хоккей был заложен уже в 70-80-е годы. Я думаю, он вернется на свои вершины и будет еще выше. Михаил Аркавич, вы также сами опробовали лед на соревнованиях по хоккею. И в самой первой игре на крытом катке забили первую шайбу. Как вы сами оцениваете новое спортсооружение и кто сможет в нем заниматься? На мой взгляд, действительно, это такое знаковое событие для города Северодвинска. В короткие сроки была выполнена эта серьезная работа. Еще раз хочу поблагодарить губернатора правительства Архангельской области, Совет депутатов Северодвинска, предприятие «Звездочка». Потому что только благодаря совместным усилиям удалось выполнить вот эту серьезную работу и очень важную для города Северодвинска, для всех спортсменов, всех тех, кто любит лед. И надеюсь, что в будущем и наши фигуристы, и наши хоккеисты будут показывать хорошие результаты благодаря этому. Самое главное, чтобы смогли заниматься физкультурой наши дети. Какие-нибудь еще спортсооружения планируется построить в Северодвинске в ближайшее время? Да, несмотря на сложный период, кризисный так называемый период, мы на сегодняшний день прорабатываем техническую возможность уже в этом году выполнить ряд работ на стадионе «Строитель». Это тоже касается зимних видов спорта. Хотя, в принципе, и летом здесь тоже можно будет найти свое применение. И обсуждаем вопрос сегодня тоже и с технической точки зрения, и с правовой точки зрения строительства бассейна совместно с Севмашпредприятием. Поэтому вот данные работы, возможно, будут уже начаты в этом году. В последнее время в СМИ прошел ряд материалов о сохранении так называемого дома-пикуля на улице Индустриальной, в котором один год, когда был школьником, жил будущий писатель. Горожане даже собирают подписи под обращением в Министерство культуры Российской Федерации для признания этого дома памятником. Как вы относитесь к этой акции? Ну, конечно, прежде всего, свое заключение должны дать специалисты. Те, кто занимаются вопросами архитектуры, вопросами культуры. И жители, наверное, они правы, раз решили обратиться в Министерство культуры. Я просто хочу напомнить, что этот дом был признан аварийным еще в 2005 году. Соответственно, он был включен в программу по переселению людей из ветхого аварийного жилья. И, согласно нормативных документах, после переселения дом должен быть снесен. Но, учитывая позицию общественников по данному вопросу, я подписал письмо в адрес Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области с просьбой, пока дать разрешение дом не сносить. Значит, примут решение, значит, историческое, неисторическое здание. Ну, тогда будем смотреть, что дальше возможно делать. Но, хочу сказать, что, конечно, затраты, они очень серьезные. И в бюджете мы этих денег не найдем. Поэтому, если место будет признанное, на самом деле дом получит какую-то историческую ценность, мы сможем рассчитывать на какое-то, может быть, софинансирование. Либо найдется какой-то инвестор, который поможет дом восстановить. В пятницу мы отметили День работника культуры. У нас есть мнение телезрительницы, ее дочь посещает музыкальную школу. Давайте послушаем. Музыкальную школу посещает. Вот, поет, вокалом занимается. Школьная программа насыщенная. Так что время остается только на один какой-нибудь кружок посещения. Все, довольны. Класс вокала занимается, третий год. Нравятся педагоги. Ну, насыщенно так, как бы, ну, оборудовано все. Наверное, хорошее у них финансирование, что все у них есть. Накануне профессионального праздника работников культуры вы встречались с работниками, представителями этой отрасли. Какие изменения происходят сейчас в этой сфере? Ну, надо, наверное, сказать, что прежде всего у нас высокого уровня преподавателей. И это, конечно, дает свои результаты. Мы ежегодно показываем хорошие результаты на конкурсах, фестивалях. Не только областных, но и всероссийских, и даже международных. То, что сегодня школы получают возможность использовать оборудование современное и новые музыкальные инструменты. Мы пытаемся проводить и ремонты, решать вопросы по заработной плате. Хотя, безусловно, еще проблем очень много. И вот мы обсудили ряд вопросов. Работники культуры дали предложения свои, что можно сделать, что нужно в первую очередь делать. Я думаю, что совместными усилиями мы все-таки эту работу продолжим. И наша культура будет двигаться и дальше, вперед. И результаты будут улучшаться с каждым годом. Перейдем к нашей традиционной теме ЖКХ. Смотрим видео. Иду мимо почты. Значит, Никольский посад убирается в площадь. У почты никак не убирается снег. Это сейчас оттаяло все льдины наверху были. Не пройти мимо. Главное, почта не пройти. Сейчас все замерзло опять. Ну, в общем, ни чья территория у почты не убирается. Северодвинка Валентина Мудрова также пожаловалась нам на гололед от Гагарина-2 до улицы Первомайская. Знаю, что по вашему поручению на эти адреса выехал председатель комитета ЖКХ администрации. Какие выводы? Ну, прежде всего, хочу сказать, что замечания на самом деле есть. То, что касается по Гагарина, мне уже доложили. Но по каждому замечанию, практически по каждому замечанию, которое сегодня поступает в комитет ЖКХ, либо в управляющую компанию, должна проводиться выездная проверка. И если подрядчики работу не выполняют, либо выполняют ее некачественно, должны штрафовать. Поэтому я благодарен телезрителям за то, что они эти вопросы озвучивают. И все это ведет к тому, что мы просто будем в городе наводить порядок в этом плане. В первую очередь, конечно, еще раз, это управляющая компания, это комитет ЖКХ. Везде есть добросовестные люди, есть недобросовестные люди. Вот, добросовестный подрядчик, недобросовестный подрядчик. Ну, надо призывать к ответу и заставлять работать тех, кто должен эту работу выполнять. Еще один вопрос от ветерана Галины Ивановны Романовой. Бабки ходят, ни одной скамейки по улице труда нет, ни одной не присесть. Вот приседят в этот, на железную, и все. Никаких в других городах и скамейки, да у нас там где-то по Ломоносово говорят, есть скамейки. Но мы по труда ходим, ни одной скамеечки. От труда 1 до труда 50. Вопрос по установке скамеек периодически возникает в нашей программе. Одним они нужны, а другим из-за шума и из-за мусора нет. Ну, хочу отметить, что только в 2015 году у нас было установлено порядка, дополнительно, порядка 100 скамеек. То, что касается труда, то в зеленой зоне, безусловно, скамейки эти есть. И там можно присесть, можно и отдохнуть. Устанавливаются и урны, но здесь отношение из самих жителей не всегда правильное. Поэтому ломают часто очень, они приходят в непригодность, а это дополнительные затраты. Конечно, мы будем реагировать на те предложения, которые поступают от населения. Здесь я бы хотел обратиться и к государственным, муниципальным предприятиям, которые существуют на территории города, чтобы они тоже обращали внимание на установку скамеек около своих учреждений. Люди приходят, значит, особенно в летний период, должны иметь возможность посидеть, отдохнуть. Следующий вопрос – это жалобы на магазин одной из федеральных сетей. От имени жильцов дома просим оградить, заставить, ну, заставить оградить руководство магнита, магазина, территорию, хозяйственную территорию, так как от них все неудобства, много неудобств, грязь и прочее, прочее. Машины разгружаются, ну, весь вид портят дворовой. Да, состояние территории возле некоторых магазинов вызывает справедливое нарекание горожанам. Да, я согласен, особенно это касается федеральных сетей, в частности, магнита. По многим фактам, которые указывают сегодня наши горожане, мы разбираемся, пытаемся данные вопросы решить. К сожалению, не все вопросы возможно на сегодняшний день решить, так как они не урегулированы нормативными актами. Ну, по данному конкретному случаю попробуем также тоже поразбираться. Но я думаю, что мы, наверное, пригласим руководителя всей федеральной сети «Магнит», которая находится у нас на территории Северодвинского, Архангельской области, для того, чтобы попытаться обсудить данный вопрос. Если они работают на территории города, то они, безусловно, должны соблюдать и те правила и нормы, которые сегодня установлены. Я знаю, что очень много жалоб на то, что оставляют свои контейнеры, на то, что площадку захламили в той или иной части города. Вопросы эти есть, поэтому будем разбираться. Следующий вопрос касается ремонта кровли конкретного дома. Проблема по крыше. Потекла крыша. Четыре года тому назад ее делали. И делали так, что тут же через неделю повтор был. Сделали, не сделали, но не было. Четыре года не текла крыша. В данный момент она потекла. Сейчас с Байчука сказали, старостин, что надо собирать подписи на сбор денег. Гарантия какая-то есть. Четыре года делая столько. Там тоже, вероятно, какие-то деньги были вложены уже в эту крышу. И сейчас опять собирать, и где гарантия, что через год, через два, опять не потекет крыша. Вот это меня беспокоит. Мы запросили информацию в управляющей компании, и вот что нам сообщили. Дважды проводились общее собрание собственников по капитальному ремонту кровли, и дважды принималось отрицательное решение. Управляющая компания ежегодно частично ремонтирует крышу, но этого хватает на 3-4 года. Очередной текущий ремонт запланирован при благоприятных погодных условиях на мае этого года. Ну вот опять же, здесь без участия собственников, к сожалению, данный вопрос не решить. Поэтому либо через программу сегодня капитального ремонта надо действовать, либо проведение собрания и принятие решения собственниками, либо придется обходиться текущим ремонтом. Поэтому других вариантов, к сожалению, сегодня в данной ситуации нет. Сегодня требуют ремонта в городе и дороги. Вы дали поручение службам администрации провести конкурсы по определению подрядчиков как можно раньше. Когда начнется ремонт дорог в этом году и какие объемы запланированы? На сегодняшний день большинство конкурсов уже проведено. Фактически готовы приступить к работе. Как только будут позволять погодные условия, работы будут начаты на первых 26 объектах. Кроме того, 12 объектов дополнительно будет включено для проведения ремонта. Мы также надеемся, что сумеем получить дополнительное финансирование из областного бюджета. А это позволит нам увеличить количество ремонтируемой территории по дорогам. Поэтому надеюсь, что к дню города все будет восстановлено. Конечно, дорожное покрытие сегодня одна из таких важных очень тем. И мы сегодня должны, безусловно, обращать внимание на качество выполняемых работ. И задача сегодня заместителю по городскому хозяйству поставлена, комитету ЖКХ. При приемке работ обращать внимание именно на качество выполнения работ. Мы проанализируем по 2016 году и то, что было выполнено в 2015 году, все гарантийные обязательства. И если дорога пришла в негодность, а гарантия была, заставим подрядчика эту работу выполнить вновь. Поэтому контроль за выполнением ремонтных работ в этом году будет усилен. И надеюсь, что к дню города мы все приведем в порядок. Но вообще объемы ремонта дорог, школы зависят от наполняемости бюджета. Кто на сегодняшний день наполняет городскую казну и какие перспективы у нас? Основным вкладчиком в бюджет являются наши городообразующие предприятия. Это порядка 46% всех средств, которые поступают в бюджет. Следом идут муниципальные предприятия, бюджетные организации. Это порядка 32%, около 15,5% это предприниматели, ну и небольшую долю все остальные, кто работают в городе. Поэтому вот это те составляющие, которыми сегодня мы руководствуемся при наполнении бюджета. Сегодня действительно мы оптимистично настроены. Наши городообразующие предприятия загружены работой. Мы видим, идет рост увеличения численности на предприятиях, но соответственно будут расти и отчисления в бюджет. Это возможность увеличения работ на наших объектах бюджетных, это ремонт дорог, строительство жилья и все остальное. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. Еще один вопрос по городскому хозяйству. Много говорилось о необходимости берега укрепления набережных для предотвращения их размыва. Как продвигается решение этого вопроса? Действительно, у нас есть два участка. Это на берегу реки Кудьма и на набережной Александра Федоровича Зрячего. Такие два проблемные участка. Заявка нами направлена в региональное правительство. Правительством Российской Федерации средства сегодня по берегу укреплению выделяются. Поэтому надеюсь, что если не в этом, то в следующем году мы получим финансирование и вот эти работы будем проводить. Пока мы будем проводить работы такого поддерживающего характера, для того, чтобы не допустить каких-либо таких сложных ситуаций. У нас есть еще два мнения. Одно гость города, а другое ветеран. Оба говорят о Северодвинске. Город очень хороший, чистый, люди добрые. Вроде жизнерадостные. Значит, как бы губернатор, мэр города, то есть следит за городом. У меня вопрос мэру нет. Очень хорошо работает. Устройка идет. Все нормально. Это молодцы. Приятно слышать такие отзывы. Хотя, безусловно, вопросов и проблем у нас в городе еще очень много. Безусловно, важным направлением является строительство, переселение граждан из ветхого аварийного жилья. Сейчас мы строим три дома. И надеюсь, что в этом году мы их сумеем сдать. Кроме того, строится сегодня жилье и ведомствами нашими, и коммерческое жилье. Вот это такая главная составляющая. Надеюсь, те планы, которые у нас есть на 2016 год, в полном объеме будут реализованы. Жилье в новостройках теперь смогут приобретать и дети-сироты. Это происходит благодаря тем изменениям, которые вы инициировали в областном законодательстве. Да, действительно, администрация города внесла свои предложения, и сегодня они приняты. И я надеюсь, это поможет нам оперативнее решать вопросы по детям-сиротам. Это не только покупка жилья на вторичном рынке, но и участие в строительстве в новых домах. Михаил Аркадьевич, спасибо большое, что нашли время для беседы. На этом время нашей программы закончилось. Телезрители, чьи вопросы не прозвучали в программе, получат письменные ответы. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин